Всем привет, с вами Прия. Сегодня поговорим о изменении вещиц в третьем сезоне Battle for Azeroth. Как говорится, лутать вещицы большого этом левела всегда приятно, ну а в третьем сезоне они повысятся еще дополнительно. Повысятся в целом на 30 этом левел, то есть максимальный этом левел станет 455, в то время как сейчас он 425. Если рассматривать абсолютно все изменения в таблице лута, то начнем с самых обычных подземелий для начала. Собственно открываем путеводитель, открываем самый обычный инст, какой-нибудь вольная гавань, например. С Normal and Star в текущий момент падает 340 этом левел, будет падать 370. С Герояка падал 355, будет падать 385. С Апахалки падал 370, будет падать 400 этом левел. Мехагон не относится к этим подземельям. В своем обычном эпохальном режиме он будет дропать 415 вещицы различные, хоть там перфокарты, хоть мейнхенды, хоть колечки, хоть что абсолютно. Но говорят, якобы есть его какая-то героическая версия, в которой нам будет падать 430 лут. Посмотрим 10 числа, правда ли это или нет. 10 это у нас среда, откроется как раз мехагон. И с этого уже будем рассуждать. Если будет героическая версия мехагона, героическая эпохальная, хардмод определенный, то там будет падать скорее всего 430 лут. Это весьма интересно и весьма классно. Может там что-то еще будет падать интересное. Конечно же повысится лут с мифик плюсов. Перед вашими глазами сейчас будет табличка, можно ее спокойно рассмотреть и сделать некоторые выводы. Собственно с целью повышения итем левела с 10 до 18 числа намного лучше фармить пятерки-шестерки, так как с них будет максимальный лут. Но в эту неделю нужно закрыть хотя бы одну десяточку. А уже начиная с 17 числа стоит фармить только десятки, так как ограничение по луту будет просто-напросто выведено из этой игры, конкретно с мифик плюсов. И можно будет фармить хоть сколько атак. С 10 по 17 фармим пятерки-шестерки, надеясь на проки. Некоторые люди любят одевать своих твинков в путешествиях во времени. И даже в них будет повышен итем левел. Если в текущий момент открыть ульдуар в путешествии во времени, то можно увидеть 385 лут. Если открыть черный храм, то можно увидеть также 385 лут. В начале третьего сезона, до конца его, лут будет падать 415. Также и подземелья в режиме путешествия во времени будут дропать вместо 365 вещей 395. Не стоит забывать о новом рейде. С поиска рейда мы будем лутать 400 вещицы, с нормалом мы будем лутать 415, с героика 430, ну а с эпохального режима 445. Напомню, максимальный итем левел 455. В Назжатаре появятся два дополнительных ворлд босса, которые будут дропать 415 итемы. Есть даже азериточки, есть ринкеты, в общем, есть что полутать. Очень много разработчики говорили нам о героических фронтах, и они стартанут с третьего сезона. Если вы в текущий момент заметили, то битва за Стромгард, у нее появилась небольшая подпись, то что это обычный режим. Будет еще ниже полосочка героический режим. С него будет лутаться сундучок 425 итем левела вещицей. Кто-то еще делает локальные задания на шмот? Ну, наверное, да. Так вот, все становится еще интереснее. Максимальный итем левел вещиц с локалок будет 385. Задание посланников, то есть сундучки самые обычные, будут давать 415 лут. Ну а задание нападений фракций, то есть те, которые сундучками получаем после выполнения 4 локалочек, и потом завершение крестлайна в этой локации, будут давать нам 415 вещицы. Профессии также обзавелись новыми крафтами. Получается так, что 370 вещицы, ну якобы являются так пвпшными, их можно крафтить вообще спокойно. Далее мы крафтим 410 вещицы, но для этого нам нужен восстановленный глубинный кристалл, который мы получаем по квестлайнам, сдавая моножем чужины, либо добывая глубинные осколки. Мало еще информации об этом, потому что якобы эта вся тема раскроется в рейде. 425 вещицы мы крафтим с усиленного глубинного кристалла, особый инструмент нам для этого нужен. Ну а чтобы скрафтить 440 вещицу, нам нужен сияющий глубинный кристалл. Что самое интересное, ну конкретно в кузнечке, например, эти вещицы имеют сокеты. То есть ноги, пояс, заимели в себе бесцветные гнезда. Это ап для вещиц. Поднятие этом левела обычных вещиц это, конечно, приятно. Также поднимутся и вещицы, которые продаются за пыль титанов. В текущий момент мы можем купить максимального этом левела азеритку 415 за 1725 пыли. В момент старта третьего сезона предметы обновятся, и мы сможем покупать новые азеритовые предметы. Собственно, 415-го этом левела рандомная какая-либо вещица будет стоить 1725 пыли, 430-е — 9000 пыли, ну а 445-е — 47500 пыли. Это большое число, и накопить его в текущий момент, ну, думаю, у единиц только получилось, которые активно рейдили в мифическом режиме и только для себя лутали вещи на распыл. Ну и также не стоит забывать про бентесные вещи, которые можно проапнуть с 385-го уровня до 425-го. Можно ли их апнуть до 430-го — вопрос весьма хороший. Но даже 425-е вещицы с третичным статом, сокетом и правильным эффектом по каким-то там рассказам лучше, чем 445-е с сокетом. Не знаю, насколько это правда, но, возможно, бентесные вещи реально очень сильные. Стоит ими обзавестись, наверное, до рейда, а уж в рейде потом просто-напросто симить, смотреть, лучше они или хуже. Вот такие вот изменения в плане шмота ждут нас в третьем сезоне Battle for Azeroth, который начнется 10 июля. Всех вам благ, счастья, здоровья, хорошего лута, а самое главное — проков побольше. Берегите ноги. До скорого. Редактор субтитров А.Семкин